Операция Денвер ставила перед собой масштабную цель – восстановить против США страны Африки и Азии, а также афроамериканцев и гей-сообщества внутри самой Америки. С помощью ученых и журналистов КГБ, а затем Штази, разведка ГДР, распространяли версию о том, что вирус иммунодефицита, СПИД, прозванный чумой 20 века, был искусственно создан в лабораториях американской базы Форт-Детрик в штате Мэриленд. Немецкие и американские историки Кристофер Неринг и Дуглас Селвич опубликовали книгу «Заговор вокруг СПИДа», пока она вышла только на немецком. КГБ и Штази нашли людей на Западе, которые могли бы быть заинтересованы в продвижении этой версии и всячески помогали им действовать через своих агентов и, в том числе, через дипломатов. Конечно, были и энтузиасты, которые бескорыстно распространяли фальшивку, в их числе движения «Черных пантер», ультраправые группировки «Аризоны» и представители гей-сообщества Нью-Йорка. Все началось с публикации статьи и соответствующего содержания в индийской газете «Патриот» в 1983 году. Как признались бывшие сотрудники ЦРУ на встрече в центре Вудра Вильсона, в США на нее сначала не обратили внимания. Дальше сброс информации начал раскручиваться по известному сценарию. Большой материал в советской литературной газете уже цитировал индийскую публикацию, преподнося ее как «неоспоримый факт». Обвинения в адрес США подхватили газеты Африки, Западной Германии и ряд небольших изданий Америки. Был снят документальный фильм «Манки Бизнес», другое название африканской легенда, показанный в том числе Британским Четвертым каналом. На основе документов болгарской, восточно-германской и других разведок авторы показали, что масштабная кампания дезинформации управлялась КГБ. С одной стороны, эту кампанию прекратили в самой Москве, когда настала эпоха перестройки, нового мышления и дружбы с Западом. С другой стороны, как утверждают бывшие ЦРУшники, этого потребовал Вашингтон. В 1992 году тогдашний глава разведки Евгений Примаков признал, что КГБ стоял за международной кампанией дезинформации во второй половине 80-х годов. Я разговаривал с бывшими разведчиками Олегом Калугиным и Олегом Гордеевским. Они подтвердили, что такая операция проводилась, но, к сожалению, у нас нет доступа к архивам КГБ, и мы до сих пор не знаем многих деталей. История повторилась со смертоносным вирусом Эбола. В России немедленно раздались обвинения в адрес американских спецслужб и Пентагона. Лихорадка Эбола — биологическое оружие США, утверждают в телеэкранах российские эксперты, в их числе депутаты. В свою очередь газета Washington Post сообщила, что вирус Эбола советские ученые собирались использовать как биологическое оружие, но потерпели неудачу. Интересно, что те же люди, которые в 80-е годы верили в то, что вирус СПИД был создан в США, теперь готовы поверить в то, что сегодня Америка стоит за лихорадкой Эбола, утверждая, что ее возбудитель был создан в лабораториях того же Форд Детрика в 90-е годы прошлого века. Времена меняются, но методы остаются прежними. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Вашингтон.